Чтобы домочадцы были счастливы, их надо баловать. Секретами гармоничных отношений продолжают делиться с нами череповчане. Прогулка в парке Серпантин у нас планировалась большой компанией, но жизнь штука непредсказуемая. Дети могут внезапно заболеть, как и случилось у Паникаровских. Разговор о семейных ценностях вышел тет-а-тет. У нас большая семья, по моим меркам. Я замужем, у меня есть муж Константин. Константину 37 лет, он немножко у меня постарше. Мы с ним в браке около 5 лет. И у нас двое детей. Это Егор. Егору будет 6 февраля, сейчас ему 5 лет. И Дема Демид. Деме было два года недавно. Судьбоносная встреча с будущим мужем состоялась на сайте знакомств. Девушка жила в Вологде, но осознав, что может доверять Константину, переехала за любимым в Череповец. Они быстро нашли общий язык, когда поняли, семья для каждого – не пустой звук. Мамой я стала осознанно. Потому что мне уже было 27 лет, и я сама уже хотела реализоваться как мама. И вообще считаю, что материнство женщину очень сильно развивает, да, дает какие-то возможности. И не то, что мы воспитываем детей, мы воспитываем себя в первую очередь, да, вот в данных ситуациях. Мамой быть сложно. Я не буду говорить, что это легко. Это сложно, но это очень-очень интересно, да. Это и творчество, это и реализация своя, да, именно как жена и мама. Это здорово. Иногда бывает такое, что встанешь утром, и очень грустно, но смотришь в глаза своих детей, да, ощущаешь их тепло, и сразу все становится очень здорово, да. То есть все намного легче. Поэтому хотим еще родить. На будущий год еще ребенка. У меня два мальчика, поэтому может быть за девочкой или еще за мальчика. Самой большой трудностью молодая мама считает нехватку времени. Работа, усталость – это все как у всех. А хочется больше минут, больше часов проводить с любимыми и баловать их. Способ только один – это выделять на это ресурс свой собственный. И классно, когда мама и папа работают в связке. То есть они непосредственно знают, что в воскресенье будет совместный поход в театр. Мы обожаем театр, мы такие театралы. Жалко, что пока ходит туда еще только один ребенок. Мы недавно отвели маленького, но 10 минут и сыроежки его напугали, к сожалению. А часто ходим на фотосессии, тоже очень помогает сблизиться с детьми, да, побывать в атмосфере какого-нибудь мероприятия, допустим, Нового года. Выход только один – ценить время, не планировать лишнего, делать фокус на семье. Хотя не стоит упускать еще один момент – обязательно надо выделить время и для себя. Где берете ресурсы? Мама должна отдыхать. Иногда отдыхать вне семьи, 100%, потому что спорт легкий, бассейн, встречи с подругами, макияж, прическа, какие-то кофе просто в одиночестве в красивом парке – это будет здорово. И тогда отдохнувшая мама даст намного больше семье, чем та, которая убилась. Папа, кстати, тоже должен отдыхать. Это несомненно. Отпускать папу на встречи с друзьями, не упрекать, когда он уделяет время своему хобби – очень важно. Без всего этого может возникать раздражение, злость, усталость. А зачем это в семейной жизни? Ксения выросла в неполной семье. Папы в ее жизни не было. Это, конечно, повлияло на становление девушки, но здесь помогла мудрость и, как признается сама молодая мама, чтение книг. У меня есть модель сильной женщины, которая и папа, и мама, и добытчик, и забота – это все в одном своем ключе. Поэтому для меня всегда было важно, чтобы мои дети росли с папой и с мамой. И если есть эта цель, да, вот именно полная семья, тогда можно идти на какие-то договоренности, да, искать взаимопонимание. Я, наверное, читала очень много книг по психологии. Я себе пыталась найти вот этот, да, ключик для того, чтобы быть с мужчиной, да, то есть быть замужем. А еще нежность и ласка – это никому еще не приносило вреда. Обнимать друг друга столько, сколько это необходимо. Вот в этом, наверное, и кроется еще один секрет добрых, крепких отношений. Для того, чтобы в семье была любовь, нужно знать своих детей, своего мужа, да, то есть проводить с ними очень много времени. Знать, чем они живут, знать, чем дышат, да, о чем мечтают, что любят. Тогда эта любовь генерируется.